Отопление согрело больше 350 зданий города. Массовая приборка оказалась массовой в основном только для сотрудников администрации Первомайского района. А в воскресенье центр города Кирова снова перекроет уже в третий раз за месяц. Подробности далее в рубрике «Короткой строкой». В трех с лишним сотнях зданий города потеплело. После объявления в понедельник о начале отопительного сезона носитель подан почти в 200 социальных учреждений. И больше 150 жилых домов. В числе последних, правда, только те, которые нагреваются за счет котельных. Работы по запитке кварталов от теплоэлектроцентральной начались во вторник. Территория бывшего вертолетного училища стала собственностью Кировской области. Учебное заведение было расформировано 7 лет назад. До недавнего времени участок земли принадлежал Министерству обороны. Но большая часть построек на нем не использовалась. После смены собственника, по одной из версий, здесь может появиться большая и современная концертная площадка. В массовых субботниках приняли участие всего 200 человек, 60 из которых работники городской администрации. Осенняя волна приборки стартовала 16 сентября. Ее участники очистили от мусора район набережной Грина и парк Аполло. 23 сентября всех желающих приглашают поддержать акцию. В 9 часов утра субботники стартуют в Александровском саду, а также в Гагаринском и Заречном парках. Центр города снова останется без движения. В воскресенье 24 сентября улицы перекроют для проведения осенней легкоатлетической эстафеты и велогонки. С 9 до 11.30 движение закроют по Октябрьскому проспекту от профсоюзной до Воровского и по пересекающим его на этом участке улицам. А с 11.30 будут перекрыты окрестности театральной площади. Стоит отметить, что только за сентябрь ради массового спорта движение по улицам закрывается уже в третий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова